Кто такой Альхорезми? Отец алгебри, один из величайших ученых всех времен. Альхорезми впервые представил алгебру как самостоятельную науку об общих методах решения линейных и квадратных уравнений, дал классификацию этих уравнений. Историки науки высоко оценивают как научную, так и популяризаторскую деятельность Альхорезми. Труды Альхорезми переводились с арабского на латинский язык, а затем на новые европейские языки. На их основе создавались различные учебники по математике. Труды Альхорезми сыграли важную роль в становлении науки эпохи Возрождения и оказали плодотворное влияние на развитие средневековой научной мысли в странах Востока и Запада. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на первом саммите Организации Исламского Сотрудничества по науке и технике, 2017 году 10 сентября сказал, «Необходимо подчеркнуть, что исламский мир может по праву гордиться своим бесценным вкладом в мировую науку и цивилизацию. В частности, территория Центральной Азии была известна во всем мире как крупнейший центр Восточного Ренессанса. Когда мы говорили об этом, в первую очередь с большим уважением и гордостью называем имена великого ученого-создателя алгоритма Альхорезми, ученого-энциклопедиста Альфергани, Абу Райхана Беруни, внесшего значительный вклад в развитие многих науках, в том числе геодезии и минералогии, Ибн Сино, известного на Западе как Авиценна, Мирзо Улукбека, государственного деятеля и великого астронома. Биография. Абу Абдуллах или Абу Джафар. Мухаммад. Ибн Муса Альхорезми. 713-850. В переводе с арабского означает «отец Абдуллаха» или «отец Джафара». Мухаммад, сын Мусы из Хорезма, ученый IX века из Хорезма, математик, астроном, географ и историк. Благодаря ему в математике появились термины «алгоритм» и «алгебра». Биографические сведения о нем почти не сохранились, известно лишь, что он родился в конце VIII в Ра, предположительно, в Хиве. Так давайте же разберемся, кем был и чем знаменит великий ученый нашей страны, и за что его чтит весь научный мир земного шара. Альхорезми принадлежал к тем среднеазиатским ученым, которые были привлечены для работы в столицу арабского халифата Багдад. Таких ученых было немало. Среди современников, альхорезми, живших в Багдаде, можно назвать, например, знаменитых астрономов Абу-ал-Аббаса Ахмада-ал-Фаргани и Ахмада-ибн-Абдаллаха-ал-Марвази, известного под именем Хабаш-ал-Хасиб. Первый из них происходил из Ферганы, другой из Мерва. Из имеющихся сведений следует, что в 809 году Аль-Хорезми служил при дворе Хорезм-Шаха Аль-Мамуна, а в 819 гына, сопровождая просвещенного правителя, ставшего к тому времени халифом, перебрался в Багдад, столицу арабского халифата, где и прожил в предместье Катрабула до конца жизни. В Багдаде ученый, по указу халифа Аль-Мамуна, берет на себя бразды правления знаменитым в те годы Домом Мудрости, который позже назовут Академией Аль-Мамуна. По сути, Дом Мудрости действительно был Академией наук. Там работали многие ученые из различных регионов Средней Азии и Арабского Востока. В их распоряжении была богатейшая библиотека старинных рукописей, а также большая специально построенная обсерватория. Памятники Аль-Хорезми 29 августа президент Шавкат Мерзиёев заложил капсулу в фундамент городка Аль-Хорезми в городе Ургенче. Памятник Аль-Хорезми в Ургенче. Эскизы памятника были отобраны Академией художеств через конкурс. В турецкой столице Анкаре открыли памятник основоположнику алгебры Аль-Хорезми. В Мадридском университете Комплутенсе открыт памятник великому мыслителю и ученому Мухаммаду Аль-Хорезми.